Они охраняют жизнь и здоровье людей даже в мирное время. 13 ноября бойцы войск радиационной, химической и биологической защиты отметят профессиональный праздник. А в преддверии на полигоне Постоялые дворы солдаты Курской бригады РХБ защиты провели настоящий военный тест-драйв. Летом этого года они получили новейшие модели разведывательных химических машин. Посмотрела на них в действии и оценила преимущества наша съемочная группа. Впервые в составе военной машины появился комплекс дистанционной химической разведки. Если прежние модели определяли заражение только на месте, то РХМ-6 может за одну минуту найти вредные вещества на площади более 10 квадратных километров. Кроме того, на броне автомобиля расположена аппаратура для метеоразведки. Теперь определить скорость и направление ветра можно в движении, не отвлекаясь. Таким образом, значительно сократилось время, а вот эффективность повысилась. На ней установлен прибор ПРХДД-2Д, который способен обнаружить не только вид или группу отравляющих вес, а уже конкретно можно определить, какое это именно отравляющиеся, например, зарин, в какой концентрации, на каком удалении и, соответственно, уже выдает все его данные. Практически полная автоматизация позволяет специалистам проводить химические и биологические анализы куда быстрее, а значит и более оперативно оповещать об опасности на поле битвы. В арсенале Курской бригады появились и новые модели машин постановки аэрозольных дымовых завес ТДА-3. Теперь скрывать от противника маневры войск и техники можно не только в оптическом, видимом диапазоне, но и в инфракрасном. Данная машина уже снабжена системой постановки аэрозольных завес, работающих при помощи порошкового графита и как раз позволяет скрываться в инфракрасном спектре, что порядка 50 лет не могло дойти до войск. Такое изобретение. ТДА-3 умная машина. Практически все делает сама. Оператору нужно лишь нажать две кнопки – пуск и стоп. Еще одно отличие новых моделей – завесу можно сделать как бы приподнятой. Такая белая стена сможет прикрыть мосты или крупные объекты. Всего в бригаду РХБЗ поступило 11 единиц техники. К концу ноября прибудет еще 20. Обновленный военный автопарк поможет личному составу лучше решать боевые задачи. Готовность машин к выполнению задачи, сокращенные сроки. Второе – оперативность выдачи информации о заражении для принятия мер защиты войсками. Ну и немаловажный момент – это удобство работы операторов. Новинки бригада освоила за неделю. Оттачивать мастерство будут на многочисленных учениях. Остается только надеяться, что применять их на деле не понадобится. Анна Пикулина, Максим Леонов, телеканал СЕИМ.